Горы мусора, прогнившие трубы и огромные дыры в стенах – это только малая часть проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители дома на Ливаневского, 94. От вечной сырости и грибка страдают взрослые и дети. Специалисты провели экспертизу и установили – дом не аварийный. Единственный вариант – капитальный ремонт. Но и его запланировали аж в 2036 году. Тему продолжит Сабина Гатагова. На первый взгляд сложно понять, что это подвал многоэтажного дома. Горы мусора вместе с прогнившими трубами им, кстати, больше полувека. Жильцы говорят, непросыхающие от воды помещения только полбеды. В квартирах грибок и плесень, в стенах дыры, потолок осыпается. Когда идет дождь, не хватает ведер и тазов. Люди уверены, дом нужно признать аварийным, говорят. В таких условиях опасно жить. Это у нас система, электрический блок, где выключать рубильник надо. Он у нас сгорел, нет у него этого рубильника. У нас провод идет, вот он напрямую туда. Если нельзя его где-то закоротить, у нас отопления нигде в комнатах нет. Люди пользуются печками. Это если не выдержать, здесь может быть пожароопасность. Люди уже больше 10 лет просят о помощи, обращались в разные инстанции, но результата нет. Они до сих пор не знают, какая управляющая компания должна обслуживать их дом. Приходится справляться самостоятельно, но такая возможность есть не у всех. Здесь много пожилых людей и многодетных матерей. Я сама лично в МС писала. Я помню, к нам приходили и говорили на капремонт собрать. Но о каком капремонте может идти речь? Трубы ломаются, мы за свои деньги делаем. В калидоре ремонт мы за свои деньги делаем. Чтобы здесь не поломалось, как бы не было, тоже мы за свои деньги делаем. Крышу я над своей комнатой, чтобы просто обезопаситься и быть за детей тоже спокойными, я потратила, чтобы вам не сверать, 30 тысяч. Просто накрыть над своей комнатой, если здесь всего лишь 20 квадратов. Многие в отчаянии сняли квартиры на последние сбережения и съехали. Готовить, стирать, убирать здесь невозможно, говорят жильцы. Нет элементарных условий. Это ванная комната, на стенах здесь плесень, потолок полностью прогнил. Принимать душ здесь просто невозможно. А сверху на людей течет вода. Мы обратились в администрацию Владикавказа. Там рассказали, чтобы создать межведомственную комиссию, которая приведет экспертизу, жильцам необходимо собрать пакет документов. Я вам лично давал письменное разъяснение, что нужно, какие нужны документы для того, чтобы межведомственная комиссия полноценно рассмотрела возможность признания вашего дома аварийным. Вы получали письменные вот эти документы? То есть речь идет о каком пакете документов. Это все расписано в 47-м постановлении правительства Российской Федерации, который говорит о том, каков порядок признания домов аварийными. Несмотря на нечеловеческие условия, жильцы боятся, что даже капитальный ремонт не решит их проблему. Все настаивают на переселении. Сабина Гатагова, Артур Дудаев. Специально для программы «В итоге».